Друзья, здравствуйте. Навальный умер в тюрьме за день до того, как его должны были обменять. Секретные базы ЦРУ в Украине, вероятно, убийство Гиркина и российские шпионы в офисе президента. Об этом не только. Поговорим сегодня с военным экспертом, полковником Вооруженных сил Украины, военным летчиком Романом Светаном. Роман Григорьевич, здравствуйте. Приветствую. Желаю всем здоровья. Желаю здоровья взаимно. О том, что Путин предлагал Соединенным Штатам и Германии обменять Навального на российского киллера, который сидит в немецкой тюрьме, писали западные СМИ. Однако теперь вот эту информацию подтвердили и соратники Навального. Значит, Мария Певчих заявляет, что умер Навальный в заполярной тюрьме буквально за день до обмена, который должен был состояться. И его инициировал, напомню, военный преступник Путин. Однако после того, как он узнал, что Запад требует в обменных списках включить Навального также, он не мог этого допустить в контексте предстоящих так называемых выборов. И вот буквально за день до того, как этот обмен должен осуществиться был, Навального в тюрьме убили. В целом, как вам эта версия? Похожа ли на правду? Ну, похоже однозначно. Слишком много случайностей одновременных и такого не бывает. И одна из версий, это такая основная, вот такого рода убийства. Хотя реально убили Навального. Убил Навального Путин, когда дал команду его арестовать и, естественно, проводить по этапу. И убили Навального те его, мягко скажем, друзья, которые его отправили в Россию. Он же не сам поехал. То есть, были, скорее всего, были определенные договоренности о безопасности, как минимум, и они не сработали. Та же, кстати, картина у нас и с Саакашвили. Та же картина. То есть, когда такого рода персоны попадают или принимают решение на заход практически на чужую территорию, а в этом смысле на чужая, то есть на враждебную территорию, у них однозначно должны быть определенные механизмы возврата. То есть, механизмы возврата не сработали тогда, когда они уже начали срабатывать, его добили для того, чтобы не выпустить. Это понятно. А реально, это, естественно, убил Путин только тем, что принял решение его заточить. То есть, а это уже привело к определенной череде иногда случайностей, иногда уже специальных действий. Ну вот, глава украинской разведки Буданов как раз на медне заявил о том, что по их противоперативной информации Навальный умер вследствие естественных причин. То есть, да, говорит, что вероятно, у него действительно оторвался тромб, однако, как я понимаю, это не исключает абсолютно того тезиса об убийстве именно из-за условий содержания, из-за отравления и так далее. Правильно? Да, как и есть. Вот это же основная причина смерти как таковой. Неважно, это если не прямое участие, то косвенное это точно. Без этого участия смерти бы не было в данной точке. Это значит прямое участие уже Путина и этой Путина подобных существ, которые там рядом находятся. Любопытно, что сразу после смерти Навального бойцы РДК, русского добровольческого корпуса, которые, напомню, нашим зрителям в свое время штурмовали вот этот Белгород, они заявляли о том, что готовили побег Навального из тюрьмы, якобы должны были отбить его у российских тюремщиков во время перевода в полярную тюрьму, однако несколько раз этот перевод откладывался, а он произошел спонтанно и не успели, значит, бойцы РДК подоспеть на место во время этапа, однако даже уже, когда Навального этапировали в полярную тюрьму, готовился побег его оттуда силами РДК, они как доказательство демонстрируют кадры с камер видеонаблюдения, какие-то схемы тюрьмы, планы этого побега, отбить вот это, да, как они говорят, и доправить, перенаправить его, Навального, в Украину. Вот мы просто географически, я пытаюсь понять этот весь длинный маршрут, в целом, как вы считаете, это тоже, опять-таки, сценарий, который можно было бы реализовать, или, скажем так, это такие, играют мускулами уже после драки, скажем так? Ну вот отбить как раз возможно было с участием, в принципе, партизан, неважно, привлеченных, купленных, это же вопрос такой. Отбить, да, а вот транспортировать очень сложно, практически невозможно. После нападения на любую из участков этапа или тюрьмы, будет задействованы, это 100% задействовали все планы перехвата, которые только возможны. Уйти практически невозможно. То есть первый этап мог быть выполнен, но второй очень сложно. Ну раз уж мы заговорили о этой цепочке таких непонятных смертей на территории России, мы с моими собеседниками на этом YouTube-канале не раз о них говорили, вот тут появились слухи о том, что Гиркин якобы повесился или его повесили в тюрьме. Ну мы сейчас не будем говорить о том, правда это или нет, время покажет, но в целом, если такое произойдет для вас, это будет сюрпризом? Ну нет, дело в том, что, но вопрос какой? Да Гиркин никому не нужен. Это же говорящая голова, включаемая, выключаемая самими же спецслужбами. То есть он от себя тяну никогда не нес. Он работал на одну из башен Кремля, верой и правдой на нее работал, потому вряд ли, если надо было бы его закрыть, его и закрыли, когда это нужно было, просто закрыли, выключили эту говорящую голову и все. А смысл ее добивать, убивать, то есть это не навальд, это не такого уровня, то есть это один из механизмов противостояния внутри башен, но не более того. По механизмам нет смысла бить, родится другой механизм и все. Потому вряд ли, то есть если вот как раз по Гиркину, если произойдет какой-то там несчастный, мягко скажем, случай, так он может быть такого местного значения. Кому-то что-то не уступил, наступил не туда, куда надо, сказал не то, ну и так далее, и тому подобное. То есть это не будет прямая команда. А вот по навальному тут уже величина, их нельзя сравнивать, это небо и земля. Друзья, что вы думаете об этих случаях вообще, вот этом тезисе о том, что планировался обмен Навального и его смерти за день до него? Оставляйте ваши мысли в комментариях, также призываю вас поставить лайки этой беседе, сегодня будет много интересного на самом деле, я вот надеюсь, мы все успеем, поэтому, друзья, нажимайте на палец вверх, ну и подписывайтесь, Дмитрий Гордон, Алиса Бацмана в гостях у Гордона для того, чтобы ничего не пропускать. Довольно интересный материал выкатили New York Times. Они утверждают, что ЦРУ поддерживает в Украине 12 секретных баз вдоль границы с Россией. А глава ЦРУ Уильям Бернс как раз вот в прошлый четверг совершил свой такой десятый уже по счету тайный визит в Украину с начала полномасштабного вторжения. Значит, по данным украинских журналистов, по данным журналистам New York Times, точнее, с Украиной ЦРУ плотно сотрудничает с 2016 года. Тогда они создали на территории Украины элитное украинское подразделение спецназа, которое известно как подразделение 22-45. Одним из офицеров этого подразделения был нынешний глава украинской разведки Кирилл Будан. Это подразделение подготовило целую сеть разведчиков, агентов, шпионов, как угодно называйте, которые работают не только на территории России, просто в тылу врага, но даже на территории других государств, в том числе европейских, где влияние России достаточно сильное. Когда мы слышим вот такие вот истории, они, с одной стороны, напоминают сценарий какого-то шпионского блокбастера, но вот это взаимодействие, я не сомневаюсь, что оно длится уже годами. Просто насколько, скажем так, оно усилилось сейчас, и вот в этом же материале речь шла и о том, что якобы даже эти партнеры так натренировали наших спецов, что они начали даже самостоятельно проводить операции, и это не нравилось нашим западным партнерам. В том числе речь идет о выходе того же Буданова на территорию Крыма. Собственно говоря, об этой спецоперации мы тоже знаем частично, обрывки какие-то. Ну вот только после этого, после выхода начальник главного управления разведки, генерал, потерял свою должность. То есть генерал Кондратюк, он тогда руководил этим направлением. Из-за вот такого вот выполнения боевой задачи, она как раз была выполнена, по крайней мере там частично, но она была скрыта от партнеров, она полностью проводилась в закрытой теме, и естественно, он, а так как заход был в Крым, этот патриот, мы потеряли практически этого патриота, который руководил на тот момент главным управлением разведки. Ему пришлось уйти под давлением ЦРУшников. Почему? Потому что заходили же в Крым, это же святая, это же священная корова была. Обамовская администрация подарила, продала как угодно Крым Путину, а тут какой-то Кондратюк, патриот, украинец начал его отбивать, ну по крайней мере проводить операции. Естественно, это не понравилось американцам. Как это не нравится им и сейчас. Сейчас же Бёрд сделает все, что угодно, только чтобы мы в Крым не зашли. То есть там косми ложиться, не давая возможности нам зайти на наш полуостров. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. С этим связаны, как вы считаете, вот эти, как называют Нью-Йорк Таймс, секретные визиты в Украину? Да, однозначно. Его приезд в четверг, он понудил наше военно-политическое руководство вспомнить тему переговоров с россиянами. Вы же слышали, что это была подача сначала одного политика, вернее технаря, потом другой политик отбил эту подачу, рассказав, что да, мы там готовимся с россиянами встречаться на втором саммите мира. Мы же это все видели. А это, естественно, работа Бернса. У него задача сейчас сделать все, чтобы мы не попали в Крым в ближайшее время. Потому что Крым продан. Это же понятно. Вот спросите у того же Кондратюка, как он за это пострадал. Ну и мы это видим, его метание Бернса. Почему? Потому что если он не выведет на замораживание боевых действий именно Бернс, то как минимум это будет его последняя лебединая песня в этом году на должности руководителя Центрального разведуправления. Его точно выбросит Байден как ненужного, не справившийся с задачей. А если придет Трамп, так он его даже близко не подпустит. То есть он уже теряет свою должность, потому что он будет крутиться как куш на сковородке, прилагать максимальные усилия для того, чтобы вытянуть нас на капитуляцию перед Россией. Ну пока, по крайней мере, только риторика. Да, риторика изменилась, кстати. Это мы заметили сразу на этом самом, на брифинге. Риторика изменилась от ярого неприятия каких-то контактов с россиянами до возможности, что вот мы где-то там сядем и о чем-то поговорим. То есть это такой плохой знак, и однозначно это все было после приезда Бернса. Потому не американцы, не там администрация. Вот некоторые такие товарищи типа Бернса, Салливана, у них есть какие-то свои мотивы, личные мотивы участвовать в такого рода операциях, механизмах, давлениях. Мы это видим прекрасно. Понимаем, будем противодействовать. Мы обязательно обсудим этот материал и с генералом Кондратюком. Кстати, свежее интервью Александра Демченко с генералом Кондратюком, бывшим главой нашей службы внешней разведки и контрразведки СБУ, кстати, и Главное управление разведки. Вы можете нас посмотреть на YouTube-канале Дмитрия Гордона в гостях у Гордона. И мои предыдущие интервью крайне любопытно. Генерал Кондратюк потрясающе интересный собеседник. Поэтому, друзья, если вы не видели, предлагаю вам ознакомиться с этим интервью. Ну а возвращаясь к теме вот этих секретных баз, да, и вот этого секретного подразделения 22-45. Что означает «готовили специалистов для работы, например, в Европе?» Как это может выглядеть на практике? Ну, это рутинная работа разведок. Дело в том, что развед сообщества, ну, во-первых, партнеры, такая инфильтрация происходит по некоторым позициям. То есть иногда для своих задач готовили наших людей, европейцев, выполнять задачи, допустим, церушные, и наоборот. То есть когда идет такая инфильтрация, взаимное проникновение разведок, они выполняют задачи общие. В одну или в другую сторону общие задачи. Потому что, это еще раз повторюсь, это рутинная работа. Нет ничего там необычного. Она так и происходит везде, везде в мире так происходит. Потому что было бы необычно, если бы этого не было. Действительно, где-то с 2014 года ЦРУ уже находилась у нас, это были серьезные, довольно-таки партнеры, которые нам очень сильно помогали противостоять россиян. Но только везде, кроме Крыма и части Донбасса. Вот где проблема. И это сейчас уже понятно, это сейчас уже вскрывается. Вот, кстати, как раз на эту тему, конечно, лучше с Кондратюком поговорить. Он намного больше и красочнее расскажет, потому что был непосредственным участником этого процесса. Друзья, в общем, если вы поставите лайки этой беседе и напишите ваши вопросы генералу Кондратюку, мы обязательно их адресуем, уверен, у вас их много. Мы сейчас перейдем к тезисам, которые выдвинул Владимир Зеленский во время своей итоговой пресс-конференции по итогам второго года войны. Однако вот до того, как мы к ним перейдем, хотел бы озвучить и обсудить с вами заявление главы президентской фракции в парламенте Давида Арахами. Значит, он, комментируя задержку с помощью западной, в том числе вооружений, заявил, что если помощи от Соединенных Штатов будет меньше, то в Украине будет дополнительная волна мобилизации. Ведь, цитирую, те участки фронта, которые мы закрываем сейчас условно оружием, придется закрывать людьми. Конец цитаты. Что это может означать? Что означает «придется закрывать людьми»? Человек абсолютно далек от военной темы, от военной тематики. Это такое дилетантское видение процессов при создании линии обороны. Когда не хватает боеприпасов, то отходят на дополнительный рубеж, который можно удерживать с меньшим количеством боеприпасов. Если нам не дадут достаточное количество вооружений, нам придется отойти с территории, уйти с территории, которую мы сейчас занимаем, на лучшие позиции. Сейчас объясню на пальцах. Сейчас мы держим, допустим, границу между Купенском и Креминой. Ну, примерно так. В основном по полям. Ну, то есть, если у нас есть достаточное количество боеприпасов, мы можем с помощью артиллерийской завесы, то есть, используя арт-снаряды, естественно, орудия, удерживать врага на определенном расстоянии. Если у нас не будет боеприпасов, то правильно не собирать людей с улиц и бросать, как мясо, а отойти за оскол, за северский Донецк. Называется спрятаться за рекой. И тогда количество боеприпасов на порядок уменьшается для того, чтобы оборонять некоторые территории. Самое интересное, уменьшится количество необходимых военнослужащих даже. То есть, вот такой механизм отхода, управляемого отхода, оставления территории, да, на лучшие рубежи однозначно, но он решает вопрос недостачи боеприпасов. Ну, если, так сказать, прямо ответить, мы потеряем территорию, если нам не дадут боеприпасы, отойдя на лучшие позиции. Но самое интересное, эти лучшие позиции, они действительно будут лучшими для обороны. Ну, а то, о чем говорит Арахаме, можно заменить нехватку боеприпасов увеличением количества людей за счет новой волны мобилизации, на усиление, ужесточение? Нет, ну этого не надо делать. То есть, не так механизмы делаются. Я же об этом сказал. То есть, отойдем, да, отойдем однозначно. А смысл, если будем удерживать рубежи без боеприпасов с помощью живой силы, так мы и потеряем живую силу, а потом потеряем территорию. Смысл, тогда нет смысла просто никакого. Владимир Зеленский как раз затронул тему потерь в рядах защитников Украины. Впервые была озвучена цифра погибших украинских военных. Владимир Зеленский называл цифру 31 тысячу именно погибшими. Он говорит, да, у нас еще есть без вести пропавшие. Мы не знаем, сколько их. Да, мы знаем, что без вести пропавшие чаще всего в итоге оказываются погибшими. Однако, по словам президента, потери россиян ликвидированными достигли уже 180 тысяч. И вместе с ранеными и пропавшими без вести получается до полумиллиона. Ну вот, если 31 у нас погибшими, как заявляет президент, 180 тысяч у россиян, ну это сколько получается? Ну, 1 к 6, вот такое соотношение. Я знаю, что многие из наших зрителей, наверное, скептично отнесутся к цифрам, которые называют президента. Я уже вижу, что многие ставят их под сомнение. Я, наверное, из уважения к погибшим предлагаю сейчас именно эту цифру не обсуждать, а скорее поговорить о соотношении, которое называет президент. Насколько вот оно приближено как бы к реальным цифрам, потому что 1 к 6, ну это прям серьезный результат. Где-то так и есть. Вот это как раз можно оставить за скобками обсуждения. Это примерно такая же, такая цифра и есть. А сама по себе цифра, ну поверьте, никто не будет называть секретные, совсекретные данные. Президент их точно знает. Он верховный главнокомандующий, у него допуск к ГОСТа не есть. Значит, он знает эту цифру, но ее точно не будет в эфир называть. А если называется, это значит в режиме дезинформации, так называемой. В основном для того, чтобы ввести в заблуждение аналитические центры противника. Это правильно, это грамотно делается. Потому нашему обществу надо это понимать. Идет война, информационная в том числе. И верховный главком, он также задействован в этой войне, как и все военно-политическое руководство нашей страны. И тоже это правильное действие. То есть, это логика войны. Здесь ничего страшного. Вы вот сказали, Роман Григорьевич, что 1 к 6, такое соотношение, оно абсолютно реальное. За счет чего так получается? Да? Ну, мы слышали разные тезисы. Может, вы сможете как-то это структурировать в свое видение? Да? Почему такие результаты? Потому что россияне там наступают, наступать сложнее. В этом как бы секрет? Ну, первое, мы же говорим о двух годах введения боевых действий. Первый год они наступали, не теряли там 1 к 10, 1 к 12. По некоторым, некоторые города, которые они пытались брать тот же Мариуполь, тот же Северодонецк, там были ужасающие цифры для россиян. Да даже вспоминайте движения того же Пригожина на Бахмут. Они год целый шли, год, 30 километров, можете представить, 30 километров в год скорость. Прошли от Попасной до Бахмута 30 километров, потеряли десятки тысяч россиян. Потому у них серьезные потери, они реальные, но если просто размазать на все два года, они примерно где-то 1 к 6. Как раз они наступали в основном за счет живой силы. именно потерь в живой силе, используя с самого начала так называемые мясные валы, мясные штурмы. Даже сейчас они выполняют боевые задачи. Да, они подключают где-то авиацию, где-то технику, боеприпасы, но до сих пор именно мясные штурмы им дают максимальное количество результатов. То есть они не брезгуют этим. Дело в том, что у россиян, россияне последние лет сто, если не больше, используют солдат как патроны. то есть они не учитывают просто количество патронов. Сколько надо использовать патронов, чтобы захватить, допустим, Авдеевку. Там нарисовано 20 тысяч патронов, ну, вот вам 20 тысяч патронов, все их используйте, закопайте или там верните обратно, но возьмите Авдеевку. Вот так примерно работает жуковский метод выполнения боевых задач. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики Береги Кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Владимир Зеленский также анонсировал новую наступательную операцию на 2024 год. Он говорил, как минимум, в этом году мы к ней готовимся, и наши военные, цитирую, сделают все, чтобы осуществить прорыв, конец цитат. Об этом тоже можем отдельно поговорить, но меня встревожил тезис президента о том, что, по его словам, Кремль знал о планах вооруженных сил Украины в ходе наступательной операции 2023 года еще до того, как она началась. То есть, как сказал Владимир Зеленский, этот план лежал на столе в Кремле еще до его начала. Как так произошло? Означает ли это, что среди высшего руководства есть те, кто могли эти данные передать? И теперь Владимир Зеленский говорит, мы вынуждены готовить несколько сразу планов для того, чтобы в случае утечки информации враг не знал, какой из них именно мы реализуем. Насколько вообще тревожное вот это заявление о том, что враг знал о планах вооруженных сил Украины еще до того, как они начинали реализовываться? В третьем тысячелетии из-за развития систем слежения невозможно практически спрятать ни одного солдата, ни одну единицу техники. Вот невозможно. Если будет поставлена задача, они будут отслежены все, включены все механизмы контроля, потому собрать, а еще раз повторюсь, у россиян серьезные аналитические центры, собрать воедино количество подготовленных военнослужащих, количество техники доставленной, поставленной, разницу в заходе, в использовании и так далее, и того подобное. Этот план вам нарисует любой аналитик, когда у него есть входящая информация. Потому что вообще никаких проблем не может быть с рисовкой одного плана, а у нас просто не было количества сил, средств, чтобы мы могли бы, допустим, нарисовать несколько планов и по разным направлениям развести большое количество личного состава для того, чтобы, реакция, кажутся у нас в Украине, включить механизм око замыливания, то есть замылить очи россиянов, чтобы они не поняли, какой из планов будет действован. Даже сейчас, когда президент сказал о том, что мы там нарисуем много планов, нарисуйте хоть миллион этих планов, а выполняться будет тот, где будут расположены достаточное количество боеприпасов, техники, личного состава, а это все срисует враг. Для того, чтобы уйти от контроля врага точно не получится, для того, чтобы ввести его в заблуждение, надо нарисовать много планов и подготовиться к многим операциям, к трем, четырем, к пяти сразу, и после этого выбирать только ту операцию, которая примет решение с главком или с верховным главком. Вот только так, механизма другого просто не существует. Я правильно понял, Роман Григорьевич, для того, чтобы наши зрители тоже уяснили, то есть нужно не просто подготовить эти планы на бумаге, нужно подготовить личный состав, стянуть вооружение на разные направления, и вот чтобы, грубо говоря, в день Х совсем не было понятно, где именно начнется прорыв. Так точно, только так, другой вариант просто не работает, другой не сработает, а это значит, а это значит, получается, это будет единый план, который будет включать несколько планов одновременно, и вот он только может сработать, понимая, что россияне его срисуют, вариантов просто нет, это вот, можно говорить о заходах, допустим, большого количества боеприпасов, ракет, авиации, причем россияне будут прекрасно знать, сколько у нас самолетов, понимая их позывные, ну это целый процесс, как срисовываются, то есть, а дальше уже использовать их преимущества, тут очень важно, использовать явные преимущества той техники, которая нам будут передаваться, вот и все, против чего россияне, даже если на 100% будут знать, просто нечего будет противопоставить. Любопытно, то есть вы никак не связываете это с российскими агентами, которые могли слить информацию в Кремль? Да нет, конечно, им нет смысла этого делать, просто технически это просто нет смысла абсолютно, если можно срисовать расположение бригад, где они находятся, понимая скорость переброски и так далее, и того подобного, для того там целые институты аналитические работают, у нас, кстати, тоже та же самая картина. Вот, кстати, Владимир Зеленский анонсировал и новая наступательная операцию российских войск, вот несмотря на то, что недавно генерал Буданов говорил, что вот как раз в начале марта закончится наступательная операция россиян и будет наш ход, теперь вот Владимир Зеленский анонсирует, что как раз к концу мая и началу лета вот как раз начнется новый этап российского наступления, то есть им получается на передышку понадобится всего лишь, ну сколько там, три месяца, даже меньше. Насколько это реально, да, действительно ли мы можем ожидать, как говорит Владимир Зеленский, что май и лето будут очень тяжелыми? Да нет, они просто подвязали эту информацию к готовящимся ИПСО российскому по нелегитимности президента там после 20 мая, то есть из течения пяти лет каденции. Естественно, россияне, ну однозначно не будут готовиться, но это не будет масштабная какая-то операция, то есть это будет там одна-две операции направленные на дестабилизацию внутри Украины, не более того. Буданов однозначно прав, любой военный скажет, есть ритмы определенные вот в ведении боевых действий у россиян, сейчас заканчивается ритм наступательных действий, связанных с использованием наступательного потенциала зимней военной кампании, он закончится в марте-апреле и все, дальше у них ритм накопления, да, они смогут там несколько каких-то операций. Сколько это нужно времени, извините, Роман Григорьевич, вот этот ритм накопления сколько может продлиться? От трех до полугода, от трех месяцев до полугода, то есть грубо где-то, ну вот, исходя из и геополитики в том числе, на август-сентябрь только россияне будут готовы дальше двигаться по Донбассу. Опять же, наступление и будет, если которое, у них будет идти по согласованной уже пробитой в конституции плану по определенному плану, в конституции забито пять наших областей Российской Федерации, они туда их внесли. Эта территория с их точки зрения российская, они будут ее освобождать. Все, больше ничего у них нет. У них Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Крымская области внесены в российскую конституцию. Вот вам порядок действий россиян на ближайшие несколько лет. Ничего другого они придумывать точно не будут. А дальше будет зависеть механизмы, каких-то механизмов по движению по этим уже прописанным практически нотам. И единственное, что вот это конец, почему начали вопрос, подняли конец мая и июнь, только чтобы связать вот с этой ипсосной российской кампанией по каденции президента нашего. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Роман Григорьевич, как показывают в общем-то все опросы общественного мнения, проводить выборы в Украине во время войны президентские, такую идею подавляющее большинство украинцев не поддерживает. Около 80% выступают против и люди делятся своими мнениями разными о том, стоит ли потом идти Владимиру Зеленскому на второй срок, это вообще отдельный вопрос. Но до конца войны пускай ему выполняют свои полномочия. И я сомневаюсь, что эта информационная кампания россиян, которая направлена против Владимира Зеленского и его легитимности в контексте отсутствия выборов, она к чему-то приведет внутри Украины. Однако на кого она может быть еще нацелена и могут ли быть проблемы как раз с этим тезисом например в наших отношениях с нашими партнерами Парамштайн. например. так это на это же рассчитано. То есть это рассчитано на то, чтобы подсветить определенную проблему. Она проблема действительно есть. Проблема какого плана? Там не четко прописаны в конституциях некоторые моменты связанные с окончанием каденции. То есть это специалисты должны разбираться. Опять же конституционщики то есть конституционный суд естественно юристы правоведы это целый процесс он больше все-таки в такой правовой плоскости но не более того. Есть понятие дело не в личности как таковой есть понятие функционал. У кого печать президентская то есть кто имеет право ставить печать и говорить за страну на внешнем на внешних полях к этому будет отношение иметь как раз наши партнеры то есть как они себя поведут как их юристы распишут так оно и будет если они будут воспринимать допустим Зеленского как носителя функционала он и будет этим носителем если они не будут его воспринимать будут воспринимать согласно конституции допустим один из вариантов председателя Верховной Рады так этот функционал будет у него неважно для нас кстати функционал не закончится есть такое понятие по поводу власти то есть у кого-то это печать точно будет и будет у того кто будет признан внешними силами и вот ИПСО будет направлено как раз на то чтобы создать эту неопределенность российская ИПСО с этим связанная создать неопределенность вопрос вот этот о преемственности власти и так далее и тому подобное но никак это не должно действовать на нашу оно и не будет действовать на наше общество нам-то все равно у кого будет печать по большому счету ну то есть если ее это в основном внешние определенные проявления потому нет смысла во-первых проводить выборы однозначно при введении боевых действий создавать еще внутриполитические какие-то дебаты давление точно не нужно а переход допустим власти если она действительно должна быть опять же еще раз повторюсь это больше внешние все-таки моменты она произойдет и без никаких проблем то есть функционал верховного главнокомандующего и президента он никуда не денется никуда не денется и потому нет смысла ни выборы проводить не как-то беспокоиться об этой проблеме как это она действительно абсолютно согласен да благодарю что объяснили такая тема достаточно я рад что мы ее проговорили давайте еще вернемся к боевым действиям к вероятному украинскому наступлению уже в этом году значит довольно громкое заявление некоторые говорят чуть ли не историческое сделал генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг говорит что во время этой наступательной кампании Украины уже должна быть поддержка с воздуха и более того Украина будет иметь право наносить удары с F-16 по российским военным целям за территорией Украины то есть на территории Российской Федерации а не только на оккупированных территориях нашей страны какими могут быть эти первоочередные цели но и в целом вот этот шаг и это заявление насколько оно демонстрирует определенную эволюцию и не останутся ли слова словами могут остаться словами дело в том что сам самолет сам самолет F-16 максимум может нанести поражение пушкой на несколько километров и не более того ну это же не нанесение а нанесение поражения возможно только средствами авиационного поражения которые могут быть приданы этому самолету а это уже совсем другой вопрос это уже вопрос к производителям средств поражения то есть производителям ракет авиабомбы и так далее и тому подобное если будет разрешение использовать авиабомбы и ракеты тогда да тогда можно говорить что F-16 будет выполнять задачи я просто чуть хочу сместить акцент принятия все-таки информации как таковой F-16 это простая платформа платформа пусковая установка по большому ну с летчиком с пушкой максимум это пусковая установка для сброса или запуска ракет и не более того а вот хозяева ракет будут принимать решение разрешать нам их ракеты использовать или нет и здесь может быть много вопросов потому Столпенберг на данный момент может быть чуть мягко скажем лукавить если он не уточнил этот вопрос потому посмотрим как придут F-16 как придут средства поражения почему мы сможем их использовать тревожная информация с юга приходит якобы 28 февраля вот в среду должны приднестровские депутаты собраться обратиться к Путину о желании присоединиться к территории Российской Федерации Путин потом возьмет их обращение уже на следующий день выступит перед федеральным собранием значит точно так же как по примеру Украины российские оккупационные силы будут пытаться пробить себе коридор на юге нашей страны для того чтобы соединиться с территорией непризнанного Приднестровья как аргумент за используют аналитики пример того что там находятся склады с вооружением хоть и советским но его там много и вот оккупантам оно может понадобиться они как бы хотя бы ради этого попробуют туда прорваться Владимир Зеленский отвечая на вопрос обращалась ли Молдова за консультациями к Украине по этому поводу ответил нет не обращалась главное управление разведки тоже говорит на данный момент мы причин паниковать по этому поводу не видим ну типа переживать как вы считаете Роман Григорьевич стоит ли закрывать глаза на такую вероятность расцениваете ли что такая возможность такая опасность да у нас на юге из-за вот этого вероятного обращения Приднестровья к Путину есть ну такого подарка нам вряд ли приднестровцы принесут объясню на пальцах после того как они запросятся в Россию и россияне примут их в свою конституцию еще одну часть то естественно Приднестровье будет считаться российской территорией значит нашей легальной военной целью Приднестровская Приднестровская так называемая республика расположена вдоль реки прижата к реке деваться им некуда с той стороны Молдова а у нас там стоит несколько бригад тоже растянутых по линии можно сказать фронта и готовых в любой момент дойти до речки там несколько километров чуть больше десятка километров не более того и перестанет существовать проблема связанная с Приднестровской республикой а вот до Кабасной мы туда доберемся быстрее чем любые россияне потому нам тоже эти боеприпасы нужны хотя там их немного уже осталось там же остались старые советские прапорщики они же уже даным давно практически все пропили или продали остались только то что нельзя вывести это в основном авиабомбы они нам тоже будут нужны потому для нас это был бы подарок если бы вот такое развитие событий о котором мы сейчас говорили произошло россияне до Приднестровья ближайшие несколько лет не дойдут нечем идти они не пересекут Днепр правый высокий берег они не пройдут сотни километров до Приднестровья по нашей территории это просто невозможно а тем более сейчас при разрушенных мостах и так далее и тому подобное под контролем наших систем противовоздушной обороны туда же ни один самолет российский не залетит потому нет механизмов военных механизмов движения российской армии в сторону Приднестровья а нам бы они конечно развязали руки однозначно уже с Санду договорились бы и зачистили Приднестровье и забыли бы за эту проблему плюс несколько бригад которые отработали по Приднестровью потом бы могли усилить наши бригады на востоке нам очень не хватает этих бригад интересный анализ спасибо напоследок Роман Григорьевич Владимир Зеленский во время пресс-конференции рассказал о своей личной встрече с Путиным в 2012 году за закрытыми дверьми она проходила в Елисейском дворце и вот по словам президента Украины Путин постоянно педалировал тему о прекращении огня о передышке и вот Владимир Зеленский говорит мол теперь я понимаю ну теперь сейчас мы все понимаем зачем Путину так была нужна передышка для того чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению и вот сегодня этот тезис уже собственно высказывали да что есть косвенные симптомы признаки того что сейчас есть силы в том числе среди наших союзников которые толкают Украину к замораживанию этого конфликта то есть тогда заморозка конфликта заморозка войны да прошу прощения тогда заморозка боевых действий она помогла в России подготовиться к полномасштабному вторжению что может означать заморозка войны сейчас да если все-таки Украину к этому подтолкнуть ну мы на это не пойдем однозначно понимая как раз пагубность такого рода действий если дать Путину время накопить боеприпасы ну он однозначно ударит и у него задача мы уже говорили задача это конституция российская куда внесены 5 наших областей будет дальше давить то есть он дальше будет продолжать боевые действия но ему для того чтобы их продолжать надо обязательно заморозка для того чтобы накопить боеприпасы он сейчас работает по боеприпасам с колес вот они производят там 5-7 тысяч боеприпасов в шутки еще 3-5 тысяч добирают северокорейских 10 тысяч они работали в наступлении 50-60 тысяч у них сейчас в 5 раз меньше боеприпасов чем могли бы ну вернее чем нужно а значит их надо накопить то есть произвести положительный вклад чтобы потом использовать вот этого нельзя давать Путину ни в коем случае как только мы бы не смогли сравняться по мощностям вот в случае я ни в коем случае конечно не агитирую за замораживание до войны вы просто объясните нашим зрителям то есть тогда возникает вопрос мы бы тоже это время наверное использовали для подготовки у нас нет таких мощностей как у России несоизмеримые мощности почему потому что ну по объективным причинам то есть у нас было бы в конце концов меньше боеприпасов даже если бы мы их складировали а россияне могли бы до них доставать россияне могут их складировать за Уралом мы до них не доберемся а мы где их будем складировать то есть производить и так далее это просто нереально и это пагубно и не только по боеприпасам будет соотношение допустим сейчас если оно там два к десяти грубо две тысячи боеприпасов наших десять тысяч российских а потом оно будет допустим десять к семидесяти и представляете где эти еще шестьдесят тысяч куда на голову кому посыпется то есть само по себе соотношение не дает нам возможности дать россиянам уже накопить боеприпасы сейчас лучшая ситуация почему путин сейчас везде всех включил и ему надо передышка для нас сейчас лучшая ситуация когда путин работает с колес причем довести надо до работы с колес не только по боеприпасам а еще и по технике на конец года он начнет работать и по технике с колес ну то есть у них не будет вообще на на запасе ничего абсолютно сколько произведет танков бмпс только они смогут их использовать тоже касается и орудий и вывести надо на работу с колес еще и авиацию и черноморский флот вот этот год нам надо отработать дальними средствами поражения отминусовать флот а он даже работать с колес не сможет они же зайти не смогут то есть его можно затопить потому для нас пагубно для нас пагубно любое замораживание боевых действий а для россиян это то что надо это единственный механизм который даст им возможность накопиться и дальше опять продолжать спасибо за ваш анализ Роман Григорьевич на сегодня будем троеточие ставить друзья поставьте лайки это и в беседе пожалуйста полковник Роман Севитан сегодня к нам присоединялся особенно если хотите видеть Романа Григорьевича чаще подписывайтесь Дмитрий Гордон Алиса Бацман в гостях у Гордона спасибо что были с нами до новых встреч пока Роман Григорьевич благодарю еще раз спасибо за субтитры DimaTorzok